здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале ваебор и сегодня речь пойдет о культе вуду и так вуду древнейшая языческая религия африки сейчас вуду принято ассоциировать с черной магией куклами вуду зомби и другими страшными явлениями однако это совершенно неправильно все перечисленные вещи являются только лишь атрибутами магической стороны вуду настоящее время религия вуду является официальной на территории нескольких стран за последние столетия вуду претерпел большие изменения и остается своем более-менее первоначальном виде разве только в самых отдаленных уголках африки племенах далеких от цивилизации большинстве своем вудизм стал представлять собой двоеверие как и язычество многих других стран как и другие исконные язычники верования вуду придерживается взглядов на существование мира духов уа загробного мира мира множества богов умерших предков одушевленности природы тотемных животных и так далее все эти вещи по мнению последователей вуду является реальными с ними можно входить в контакт этим занимаются жрецы хунган мужчина-жрец и мамбо женщина-жрец свою очередь среди жрецов также есть разделение по уровню старшинства он до нас углы мамбу особая он ганси пвен мамбаси пунцы помощник также в религии вуду распространенным явлением считается колдовство людей которые занимаются магии со злым или добрым умыслом называют бакорами мамбу и унганами последователи веры вуду используют множество различных предметов и атрибутов мешочки с предметами гриви в которых сложены различные предметы отгоняют недобрых духов и являются амулетами традиционными для вуду является жертвоприношение животных для подношения духа муа во время праздников или магических ритуалов в ритуалах всегда присутствует танцы и музыка барабаны и ударные инструменты помещение где проводятся ритуалы находится место для алтарей или даже нескольких алтарей чтобы приносить жертвы дары для проведения праздников и ритуалов буддисты используют святилище в качестве которых выбираются обычные дома со всеми необходимыми атрибутами в доме где проводится собрание приверженцев этой религии должен находиться стол столб столб называется метан играет роль дороги богов или дороги между мирами в древнеславянских языческих верованиях аналогом этого столба является мировое древо который также часто обозначается столбом или деревом этого столба есть разделение наверх и низ как обитель высших богов и низших миров духов во время ритуальных танцев вокруг столба под музыку барабанов жрецы входят в транс в котором на них сходит откровение благодать от духов предков луа традиционными атрибутами при совершении ритуалов являются черные свечи и рисунки мелом на полу которые называют веве главным богом буду является бандио бонди гран мэ дон балла великий змей бандио можно перевести с французского как добрый бог он является создателем и вседержителем всего мироздания но в дела людей никогда не вмешивается и таким образом является немного отстраненным от проблем забот своих созданий он считается богом змеем и в давние времена его образ соотносили с питоном который до сих пор является священным животным женой и женской ипостасью главного бога является айда веду она также считается богиней змеей а характерными жертвами для женской богини являются цветы и бананы эти боги не вмешиваются в дела людей этим занимаются луа духи предков многочисленные божества именно с луа жрецы вуду и входят в контакт их молит о помощи для них проводят ритуалы жертвоприношения луа обладают неограниченными возможностями и могут помочь в любой жизненной ситуации согласно верованиям вуду луа неисчислимы известны множество имен духов луа так например барон суббота или барон саммеди это божество которое связано со смертью рождением выглядит барон суббота как человек в черном строгом фраке и цилиндре образ этот не раз появлялся в художественных фильмах про вуду женой бароны является луа мама бриджит она покровительствует женщинам знахаркам колдуньем ведуньем целителем и лекарем покровительствует же луа о губа ланджо папа легба старичок с палочкой и курительной трубкой из которой он пускает пузыри папа легба является если можно так выразиться ключником от врат в страну мертвых или в загробный мир лег винею пройди сквозь врата минуя папу легба невозможно поэтому каждый ритуал начинается с обращением к этому божеству и прошением его пустить жрецов в мир духов женой легба является и разу ли луа любви и красоты самым злым и опасным для человека луа считается метр каррифур он является двойником папа легба но полный его противоположностью известным луа черной магии является тижан петро петро и рук притс антор которого изображают в виде одноногого карлика еще одним известным луа является грант сбу который считается духом леса защитником природы живет этот луа в лесу и обращаются к нему когда необходимо решить спор или найти виновного рассудить или принять верное решение так как грант сбу является еще и судьей духом моря и воды считается агва или агуэ ему приносят жертву на маленьких плотиках которые пускают воду также водным луа является симба симба андезо и ла сирена не менее известным являются духи не бой барон семидьер ниба считается хозяином дороги мертвых который идет человек после своей смерти из мира живых в мир мертвых барон семидьер это хозяин мира мертвых он управляет за гробным миром и к миру живых практически никак не относится братом семидьера является луа зака зака который покровительствует земледелию и сельском труду духом воином считается агун также он покровитель огня и молнии духом трав и растения является локу в ритуалах воду которые направлены к луа самым характерным атрибутом является жертвоприношение стоит сказать что большая часть языческих религий следует жертвоприношением например в древнеславянском язычестве это требует жертвоприношение не обязательно должно быть кровавым хотя в практике буду жертвоприношения животного является традиционным жертвоприношения для луа могут быть фруктами овощами деньгами ромом сигарами и так далее здесь все зависит от того какому именно луа обращаются магия вуду разделяется на рада белая магия и петро черная магия луа рады это преимущественно духи предки семейные духи белая магия и белое направление вуду является сам распространенным последователи рады одеваются на праздники церемонии в белой одежды а белых колдунов называют им ганами последователи колдуны петро мамба бакоры одевается на церемонии в черное и обращаются к темным луа как уже говорилось выше современные ритуалы формы вуду сильно отличаются от коренной религии вуду которая существовала в древней африке поклонение предкам и духам анимизм было присуще многим племенам этого континента известно что каждое племя применяла различные практики ритуалы магические особенности средства общения с духами можно сказать что вуду одного племени отличалась от вуду другого племени современной религии вуду является некой общей версией когда все вуду племен собраны в одно единое целое не стоит забывать что на современное вуду также оказали влияние современные верования религии традиции разных стран различные философы и религиозные деятели однако в своем изначальном виде вуду это африканское язычество в котором люди верят в иной мир в то что их предки после смерти продолжают жить и могут помогать своим потомкам из другого мира и так дорогие друзья краткий экскурс по культу вуду закончен кому понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на канал